Привет, друзья! Это Макс Инглишов. Сегодня мы поговорим с вами о том, как отвечать на вопрос How are you? Существует много способов. Не спешите думать, что это такой супер базовый урок, я знаю, как отвечать на How are you. Возможно, но очень многие студенты и мои студенты делают в этом ошибку. Они отвечают очень-очень странно и неправильно иногда на этот вопрос и допускают много ошибок. И сегодня также мы в этом выпуске обсудим некоторые такие культурные моменты, как действительно носители языка, что они у себя в голове думают, отвечая на этот вопрос, и почему они отвечают определенным образом. И также мы обсудим, как выразить на ответ How are you? Когда у вас все прекрасно, когда все нормально, окей, и как сказать, что у вас не очень все в жизни хорошо. Поехали! Первое. Давайте сначала решим несколько misunderstandings, несколько mistakes, обсудим несколько ошибок и недопониманий в отношении парочки слов. Например, можно ли сказать I'm good на вопрос How are you? Кто-то думает, что если я говорю I'm good, значит, я имею в виду, что я хороший. В общем, друзья, не переживайте, коротко говоря, I'm good – это отличный ответ на вопрос How are you. Используйте его и не бойтесь. Следующий вопрос. Что сказать? I'm good или I'm well? Хорошо, отличный вопрос. Можно сказать оба, но не спешите закидывать меня помидорами, потому что, возможно, вы слышали по-другому, или в вашей местности, где-то вы там живете за границей, так говорят или не говорят. Я даю вам только базовые принципы, что происходит в большинстве случаев, а не в каждом конкретном. Хорошо? Итак, как сказать I'm good или I'm well? Мы узнали. I'm good – можно. Отличный ответ. How are you? I'm good. How are you? I'm well. Well больше всего касается вашего здоровья. Если вы говорите I'm very well – это обычно о том, что у вас со здоровьем все нормально. Приведу вам простой пример. Кто-то спрашивает How are your parents? Как твои родители поживают? И вы говорите They're good. Если вы говорите так, это значит, что у них в общем-то в жизни все нормально, все неплохо. Но если вы говорите They are very well или They are not very well – значит, вы имеете в виду, что, кажется, у них есть проблемы со здоровьем. Опять же, это не в ста процентных случаях так, но обычно слово well отсылает вас к проблемам со здоровьем или, наоборот, к их отсутствию. Окей? Еще раз. I'm good – отличный ответ. Если вам так хочется использовать слово well, вы можете сказать I'm doing well. I'm doing well – отличный ответ. Он не о здоровье. I'm doing well. I'm not doing very well. Отличный ответ на How are you? Можно ли сказать I'm doing good? Вообще, в разговорном, в общем-то, да. Но будьте осторожны, потому что I'm doing good по смыслу переводится, что вы делаете добро. Например, занимаетесь какой-нибудь благотворительностью. I'm doing good – значит, переводится, я делаю добро другим людям. I'm doing good. Поэтому лучше говорить I'm doing well – I'm good. I'm good – I'm doing well. Следующая популярная ошибка, которую допускают. Когда вас спрашивают Hey, what's up? What's up? What's up? What the? И люди отвечают Yeah, I'm good. Don't say that. Возможные ответы на What's up? Что тоже значит Как дела? Что у тебя вообще в жизни происходит? Это Nothing или Nothing much. Как вы сейчас видите в Симпсонах. What's up? Nothing. 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 Не отвечайте на What's up? I'm good. I'm okay. I'm bad. I'm not bad. Okay? Possible answers. Nothing or Nothing much. И если вы уже хотите дальше посвятить человека в вашу жизнь, тогда уже после этого Nothing или Nothing much, пожалуйста, рассказывайте о том, что у вас там происходит или чего не происходит. Итак, What's up? Nothing. Or What's up? Nothing much. Если вы хотите звучать чуть более продвинутый со словами Good или Well, вы можете добавлять к ним такие слова, как Pretty, Quite or Really. How are you? I'm pretty good. I'm quite good. I'm really good. Вот эти три слова помогут вам добавить экспрессию, когда вы, да, говорите другим людям, как вы. I'm really good. I'm pretty good. I'm quite good. Okay? These three words. Их тоже можно прибавить к слову Well. I'm pretty well. I'm quite well. I'm really well. Pretty good. Итак, как вы уже видите в этом выпуске, есть много вещей, которые native speakers, носители языка, говорят или не говорят. Если вы хотите понимать и не делать это ошибки, и понимать лучше, как все-таки носители языка говорят и не говорят, добро пожаловать в наше приложение Native Show, где вы можете общаться, задавать вопросы, слышать, как разговаривают носители языка, и также два раза в неделю созваниваться с ними и учить английский язык, и они будут отвечать на ваши вопросы. У этого приложения есть пробный период. Ссылка будет в описании. Добро пожаловать. Еще несколько фраз, когда вас спрашивают How are you? И вы можете использовать их, если у вас все в жизни чики-пуки, когда все у вас отлично. Хорошо. Итак, четыре фразы. Never been better. Never been better. How about you? So far, so good. So far, so good. В этом выражении so far вообще никак не связано так далеко. So far, so good означает к данному моменту пока все отлично, все неплохо. So far, so good. Can't complain. I can't complain, can't complain. Не на что жаловаться. I can't complain. Все отлично. Better than I deserve. Лучше, чем я заслуживаю. Это такое немножко с юморком. Better than I deserve. Итак, эти выражения вы можете использовать, если у вас все хорошо. Теперь, дорогие друзья, мини-культурный момент. Я общаюсь уже с носителями языка довольно-таки давно с разными. И я заметил, что если, когда вы у них спрашиваете How are you? и вы действительно хотите знать, как они вообще поживают, они вам всегда скажут I'm good. Они не будут перед вами изливать душу и говорить правду, что у них в жизни происходит. И вряд ли, очень-очень вряд ли, вам нужно вообще днем с огнем не сыщешь такого человека, который реально скажет вам Знаешь, у меня что-то все так себе в жизни. Или все плохо. Они этого не говорят. Даже если они в депресснике и все вообще плохо в жизни. Все плохо. Хочется умереть, они вам скажут I'm good. Everything is fine. Everything is fine. И если это действительно ваш хороший друг, тогда уж приложите усилий, достаньте лопату и копайте глубже, потому что так просто они вам это не расскажут. Это не Россия, где вам после пары рюмок водки или первой встречной в поезде может вам рассказать всю свою жизнь. Они так делать не станут. Это просто just for your information, guys. Итак, теперь поговорим о том, что сказать, если дела, ну вот просто нормально. Не фонтан, но и неплохо. Окей, несколько выражений. So, so. Ну, так себе, как бы неплохо, нехорошо. So, so. Not too bad. Неплохо. Not too bad. Could be better. Well, could be better, brother Fred. Могло бы быть и лучше. Could be better. Конечно, я не жалуюсь, но could be better. Или Same old, same old. Same old, same old, you know. Типа все по-старому, ничего не меняется, ничего нового, ничего нового хорошего, но и ничего нового плохого. Same old, same old. Иностранцы, которые имели опыт общения с русскими, постоянно спрашивают меня, почему, говорит, вы русские, всегда на вопрос how are you отвечаете нормально? Вы никогда не говорите оу, супер, гуд, вообще все отлично, все хорошо. Очень редко они встречают человека русского, который сказал бы, что у него все хорошо или отлично, неважно на русском или это на английском будет. Русские говорят на все нормально, то есть все, как бы жить можно. Напишите в комментариях, мне интересно знать, любопытно, как вы думаете, почему русские так всегда отвечают на вопрос how are you? Потому что, вот, например, носители языка, как мы сказали, Canadians, Americans, Australians, they always say I'm good, даже если все плохо. И теперь, в завершении, несколько выражений, когда у вас все нехорошо, все плохо, окей? I'm not gonna lie, I feel terrible. Не буду обманывать, не буду лгать тебе, мне плохо, все плохо. I'm terrible, I'm not gonna lie. I'm not gonna lie отличное вообще выражение, чтобы начинать что-то человеку прямо говорить, честно. Я не буду обманывать, мне этот фильм не понравился, I'm not gonna lie. I'm snowed under. You know what, Jen, I'm actually, I'm snowed under here. I'm snowed under. Вот это выражение означает, что у вас завал на работе, у вас слишком много работы, вам из-за этого плохо, у вас вообще нет времени отдыхать. I'm snowed under, как бы меня, как снегом завалило работой. I'm snowed under. Это еще раз касается именно работы, когда ее слишком много. Следующее выражение. Вот это выражение касается, что у вас вообще плохое самочувствие, плохое настроение, вы чувствуете себя плохо. В плане здоровья, настроения, депрессняк у вас. Итак, I'm feeling under the weather. I'm feeling under the weather. И последнее выражение. Если вы вообще не хотите отвечать на вопрос how are you, или вы догадываетесь, что человек уже и сам по вашему выражению лица видит, как вы, вы просто можете сказать don't ask. Даже не спрашивай. Мы, в принципе, в русском тоже так говорим. Итак, дорогие друзья, теперь у вас есть выражение, ответы точнее, на вопрос how are you на все случаи жизни. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезным. Если да, не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, ответить на вопросы, которые я задал в этом выпуске, что вы по этому поводу думаете. Увидимся очень скоро. Это был Макс Ингель Шоу. Bye. Я максимально удивлен, а он мне how are you? В ответ ему да все нормально, сижу how are you? Мы едем вместе песни петь на Rolls Royce.